Телеканал КРТ представляет Супрун появилась в Министерстве Здравоохранения в августе 2016-го. Закон это первые месяцы 2015-го года про международные закупки. Поэтому два года они торговали без Супрун. ТЖД. Да, конечно же, это еще продолжается, потому что на самом деле закон должен был быть временный. Идея была какая? Поскольку у нас коррупция в системе здравоохранения и закупок препаратов, мы находим непогрешимые организации, определяем их список, даем им наши деньги, они что-то закупают, а пока они обеспечивают наших пациентов за наши деньги, мы создаем свою систему, уже не коррумпированную, эффективную систему медикаментозного обеспечения на Украине. И говорили три года, временный период, когда-то переход. 15-й, 16-й, 17-й. И в 18-м все должно было быть уже нормально. По обычной системе. Почему? Потому что эти деньги просто вывели из украинской экономики. То есть деньги без тендеров, без системы прозора или тендерных закупок, бюджетных, отдавались просто международным организациям, которые осуществляли закупку по внутренним своим схемам. И не обязаны были, даже наоборот, там было написано, что это коммерческая тайна, те цены, по которым они покупают для нас препараты. То есть эта информация представляла коммерческую тайну и условия договора. Ну, знаете, для того, чтобы говорить о коррупции, надо показать, кто сколько и конкретно кому дал. К сожалению, правоохранительные органы такой информации не имеют. Но я говорю, вот такая схема была. Потом эту схему, потом она нам так понравилась, что ее продлили на 18-й, 19-й. И в 19-м году ее продлили еще на 20-й, 21-й год. Правда, сейчас это уже не исключительное право, потому что уже существует государственная система в виде ДП медической закупки в Лепримозе, которая будет уже с этого года осуществлять закупки уже на украинском рынке. Через систему прозора, и там, по крайней мере, будет понятно, как и на что тратятся деньги. Но будет все-таки змога, что и через эти компании прогонять... Конечно, и международные будут параллельно работать еще два года вместе с национальной системой закупки. Главная проблема в международных закупках была в том, что первый срок закупки, средний срок аванса, то есть государство Украины 100% авансировало, переводило свои бюджетные средства в доллары, и 100% в долларах авансировало закупку. Средний срок поставки препарата от проплаты аванса до поставки 20 месяцев. Ну, так получилось. Поэтому мы сейчас еще закупаются препараты частично за 2017 год. Ну, нам поставляют точнее. И это на жарт? Нет, вот так оно работает, да. А люди, если там помирают, то и грызгами. Вторая история. Да, у нас полтора года вообще практически. Сейчас оно все более-менее наладилось. Почему? Потому что, как вы понимаете, остаток на остаток, он все время есть остатки препарата. То есть нам позже поставили прошлый раз, в этот раз нам позже поставляют, но поэтому у нас все сдвинулось. Но полтора года у нас вообще не было вакцины. То есть в первой закупке, когда начались закупки, вот пока это все на остаток на остаток не пошло. Так, вы зараховали, сколько людей загинуло? Нет, никто этого не считал. Никто этого не считал. Главная проблема в другом. Ну, как вы вважаете, чему? А зачем? Зачем? Это социальная небезопасная информация. Зачем такое публиковать? Главное же не в том. Главное, если вы даже посмотрите статистику, вы увидите, что у нас, как только начались международные закупки, появилась, с одной стороны, резко повысилась затрата населения на покупку препаратов за свои деньги. Ну, потому что, когда у вас нет онкологических препаратов, и вы его ждете, вы не ждете, правда же? Вы идете и тратите деньги, чтобы купить на рынке. А вторая очень нехорошая история. У нас резко развился серый рынок препаратов, в том числе онкологических. Потому что, когда у нас вывели или вакцин, например, качественные вакцины, которые не закупаются по международным закупкам, вдруг оказались в сером рынке. Почему? Потому что эти деньги ушли с нашего рынка. И торги осуществляются где-то. Ну, например, вакцины торгуются в Копенгагене, в Юнисеф, за наши бюджетные деньги, не на территории Украины. И поэтому, если они торгуются там, то дистрибьюторам на территории Украины производитель ничего не поставляет. Он все вопросы по госзакупкам решает в другой стране. Понимаете? И получается, у нас начали проваливаться препараты, не только, которые должны поставлять международники, но и те, которые должны поставляться на частный рынок. Объем сократился. То есть раньше, например, какой-то онкологический препарат. Там 60% за счет средств МОЗа покупался, остальное покупалось или в аптеках люди покупали, или за счет местных бюджетов. Как только 60% уехало в другую страну торговаться, все остальное стало невыгодным. И фирмы перестали сюда поставлять препарат, потому что для того, чтобы поставить препарат на рынок Украины, его надо специально заказать у производителя. Производитель должен его упаковать в украинскую упаковку, специально для вас, снабдить украинской инструкцией. То есть это отдельная работа. Если маленькая партия, производитель говорит, не хочу, с вами связываться, идите. Где вы будете брать препараты? В соединенных странах. Поэтому правильно, поэтому вы можете сейчас в интернет-торговле валом Словакия, Молдова, Польша, Россия. Ну я посмотрел онкологические препараты, видел в последнее время еще с каким-то арабскими буквами. Понимаете? Вот так оно сюда заходит. Это серый рынок. То есть мы еще убили качество препаратов тем фармы, тем, чтобы начали формировать вот такой рынок.